По планам правительства, семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, иначе говоря, семьям из группы риска, должно оказываться более пристальное внимание. Всего таких семей в крае 32 тысячи. Это многодетные семьи малолетней матери с детьми, семьи, чьи дети находятся на учете, и семьи, члены которых вышли из мест лишения свободы. Комиссия отправится к ним в гости. При посещении сотрудники должны подробно узнать о том, как живется детям. От того, что они едят, до пожарной безопасности в помещении, где они проживают. Мы идем с вами ради детей, ради их благополучия. И пожарная безопасность, и занятость ребенка, и трудовая занятость, и место, где он уйдет уроки или где он спит, и постель какой он спит, и чашки, какие он ест. Все, до всего, нам с вами есть дело. Для этого, еще раз говорю, мы с вами называемся государственными служащими. Мы состоим на государственной службе. А для государства нет важнее задачи, чем растить подрастающее поколение. Все свои силы, средства государство вкладывает именно в детей. С инициативой провести обход подопечных семей выступил лично губернатор Кубани Александр Ткачев. Галина Золина посоветовала всем участникам селектора внимательнее отнестись к этой, казалось бы, рутинной работе. За мелочами может скрываться большая проблема маленького человека, и только взрослые могут ее разрешить. Отмечу, что в Сочи по инициативе главы города за каждым ребенком, попавшим в трудную жизненную ситуацию, закреплен так называемый шеф. Это педагог или тренер, то есть человек, умеющий работать с детьми. Такая стратегия уже дает свои плоды. С начала года снято с учета более 20 человек. Поэтому работа в этом направлении будет усилена.